Вежливо говоря, я очень жестко спрашивал какие-то вещи. Журналист, он не прокурор, поэтому, конечно, можно сразу нахамить, есть и такие варианты, но тогда это не услышишь, не вытащишь. А здесь очень важно, чтобы увидел и услышал зритель. Вообще, когда общаешься с президентом любой страны, ты же невольно общаешься с человеком, который отвечал уже до тебя на миллион вопросов лучших в мире журналистов. Но надо уметь создать атмосферу и вытащить подробности, эмоции, которые прозвучат только в ответах тебе. И как мне показалось, сегодня прозвучало то, что не звучало раньше, даже близко, по очень многим вопросам. Это зависит от того, ты идешь сверхзадачей, ну, как часто бывает у наших американских и британских коллег, когда сверхзадача – осудить. И в рамках определенной политизированной цели дальше ты подгоняешь вопросы-ответы. Либо ты идешь для того, чтобы услышать и понять мотивацию. Мне было самое интересное услышать мотивацию президента, его понимание. И здесь уже дальше человек смотрит внешне и думает, принимаю или не принимаю. Я не даю своей оценки. То есть это должен дать зритель. Для меня отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит. Вот этот момент с автоматом для меня был переломный. Потому что, и я сказал же в прямой, что не Янукович. Это же очень важный момент. Но и не Сальвадор Альенде. Потому что Сальвадор Альенде взял автомат и погиб. А здесь надо было взять автомат и победить. Здесь есть принципиальная разница. То есть мало просто взять автомат. Надо взять автомат и оказаться среди людей, которые понимают, что ты пойдешь вместе с ними. Если я второй раз за все 58 лет в моей жизни приехал в Беларусь, и сейчас буду из себя кореживать специалисты по Беларуси и говорить, что я все понимаю, что у вас происходит, это будет непрофессионально и неверно. Я даже не пытаюсь притворяться. Я поэтому всегда понимаю дистанцию. И вы находитесь внутри, вы знаете и чувствуете на порядок лучше, чем я. И чем любой внешний человек, который приезжает. Я исхожу именно из того, что я гражданин Российской Федерации, да, у нас единого государства, и я смотрю из Москвы. И я смотрю, исходя из интересов моего государства. Поэтому, например, для меня Латушка враг. И Тихановская враг. Потому что ее задача нанести максимальный ущерб интересам моего государства. Беларусы решают, что соответствует их интересам. Концепция союзного государства, развития. И это право Беларуси. Как, в первую очередь, независимого государства. Со всеми атрибутами суверенитета. Но мне было интересно смотреть, потому что на моих глазах зарождались технологии. Как, с одной стороны, уничтожение власти, так, с другой стороны, противодействие. Сначала оказалось полного информационного провала, а потом неожиданного такого возрождения из ниоткуда. И абсолютные информационные победы. Вот это все было очень любопытно. Сколько останется Лукашенко, да кто же знает. Это вопрос не ко мне, а вопрос к белорусскому народу. Потому что то, что говорит Лукашенко, это значит, что он вообще, на мой взгляд, и я не случайно говорил, человек, который... Вот эти все игры в европейские институты, они же в Беларуси не работают. И они, по-моему, только мешают названиями. И сейчас как-то стали от них избавляться. Поэтому это отношение между Лукашенко и белорусским народом. И извне вмешиваться я точно не буду. Но очевидно, что Лукашенко никуда не собирается. То есть, тем более сейчас, такой тяжелый момент. Ну и вы видите, он в блестящей форме. То есть, интеллектуальный, физический, цепкий. При этом, такая внешняя открытость в меня не вводит в заблуждение. Потому что, когда Лукашенко говорит, видно, что этот человек очень жесткий. В тех вопросах, которые касаются его убеждения, его представления, что хорошо для Беларуси, то есть, это не... Не должно быть ни у кого ни малейших заблуждений. Не Янукович.